Насколько для тебя, одной из лучших хозяйств в стране, актуальна проблема жилья? В данный момент есть свободное жилье, есть вакансия рекомендации. Я к чему задал вопрос по жилью. Я так понимаю, ну, допустим, у него нет таких острых проблем, хотя они всегда будут. Но в области Гродненской же по жилью в сельском хозяйстве, да и вообще, может, где-то, где надо жилье для предприятий, проблемы же есть? Есть, конечно, есть. Сейчас жилье, дороговизна жуткое. И на что больше всего спроса высокий, и что подорожало? Лес! И вот я так лечу над страной, кругом лес, лес, лес. Но самое удивительное – лесо-море. Порой мы не успеваем его переработать, а если переработали, распилили на доску, бревное запретил вывозить, и вывезли за границу. А наши люди, бешеные деньги, должны платить за то, чтобы дом построить. Деревянный дом. Но у нас есть дерево. Почему его для вот таких предприятий, ну, где-то построили перерабатывающие предприятия, промышленные предприятия, и там нужны люди, рабочие руки. Почему им ближе к нулевой стоимости не продать этот лес? Почему крестьянам не продать по дешевке этот лес, и этот дом будет в 10 раз дешевле? Ну, что там, фундамент и все, остальное дерево. А дальше уже и человек будет шевелиться, и руководитель. Но эти дома, если мы леготируем таким образом, должны быть арендными. Они у него в собственности должны быть. Потому что человек построит за бесплатно, можно сказать, и ушел. Ну, а может быть, и леготировать людей, которые не работают в сельском хозяйстве, но здесь живут, но уже не так, как для крестьян. То есть вот нам надо посмотреть, как удешевить лес для строительства жилых домов. Но начинать надо с деревни, и все должно быть прозрачно. Чехом нельзя ничего делать. И как только человек получил эту льготу и построил дом, пообещал ему, что он будет там работать, вот 20 лет ты работаешь, а потом можешь выкупить этот дом. То есть нам надо вот удешевить это жилье. Ну, это безобразие, что мы имеем лес, люди или платят бешеные деньги, а коль высокая цена... Все хотят, а построить не могут. Поэтому вот за зиму нам надо продумать этот вопрос.